Будет ветер, но какая сия? Во время записи прогноза погоды в нашем павильоне всё гремело, дул ветер и пылал огонь. Это одно из первых испытаний квеста. Сюда пришли самые смелые гости телеканала Енисей. Однако, как оказалось, наших друзей и партнёров ничем не испугает даже появлением мистического существа в кадре. После записи прогноза погоды всем участникам предложили сыграть в кости. Если выпадет число больше, чем у призрака, то участник получал буквы, из которых в итоге необходимо было составить слово. Не каждый день у тебя берут интервью, и не всегда ты ведёшь прогноз погоды, и вообще стоишь под софитами и видеокамерами. И, наверное, даже у каждого есть такая мечта, где-то в глубине души попробовать это. И не всегда есть возможность это сделать, но приятно, что сейчас такая возможность случилась. После эфира гостей сразу же уводили цыганки, которые по руке предсказывали им финансовое благополучие и крепкую дружбу. Здесь же участники квеста должны были на карте, края найти, где ежегодно собираются ведьмы. Место шабаша оказалось в Курагинском районе. Между шутками о серьёзном гостям рассказали о проектах и программах телеканала «Инисей». Узнала, какие у вас есть проекты, какими проектами мы могли бы посотрудничать, поработать, включиться в работу этих проектов. А вот в отделе новостей всех гостей попросили составить верстку выпуска с мистическими инфоповодами. Участники предлагали свои варианты, а в редакции программы «Утро на Инисею» устроили настоящий театр теней. Сначала скелеты и летучие мыши показывали шоу, а затем мучили гостей загадками на знании имен наших ведущих и рубрик. Но несмотря на специфическую тематику квестов, телекомпании «Царё» по-настоящему тёплая и дружеская атмосфера. Это отметили сами гости. На улице сегодня очень холодно, метёт позёмка. И очень хотелось тепла человеческого. Я удивилась безмерно, потому что это не только интересно и познавательно, это просто необычно. Причём в день открытых дверей на телеканал «Утро на Инисею» пришли не только друзья и партнёры, но и обычные зрители, чтобы сфотографироваться с любимыми ведущими. Впечатление замечательно. Любимый канал. Это приятно, когда Ирина Геннадьевна пригласила всех, собрала друзей. И вы знаете, я всегда говорил, что один из лучших подарков. Кто-то говорит книга, кто-то говорит музыка, кто-то говорит стихи. Я считаю, что один из лучших подарков – это дарить друзей вместе с добром. Партнёры, друзья и зрители сегодня не только участвовали в шуточных конкурсах, но и увидели настоящую работу первого краевого телеканала «Инисей». И чтобы каждый смог стать непосредственным участником этого процесса, и был выбран формат квестов, говорят организаторы. На самом деле удивительные задания подготовили наши редакции, наши отделы. Это было, правда, нетривиально, интересно и очень познавательно. И вместе с тем наши партнёры, друзья, клиенты, которые сегодня пришли, имеют возможность узнать очень подробно о наших программах. Все авторы сами рассказывают о своих проектах. Наш телеканал проводит день открытых дверей в пятницу 13-го уже во второй раз. Нами ничего не стоит бояться. Очень важно со зрителями, друзьями, партнёрами проекта поддерживать не только деловые, рабочие или эфирные взаимоотношения. Очень важно устанавливать личный контакт. Именно поэтому мы проводим дни открытых дверей, где пытаемся воссоздать такую атмосферу взаимного доверия. Потому что считаем это очень важным. Мы хотим встретиться, мы хотим обсудить проблемы, удачи, проекты за чашечкой чая или кофе в такой дружеской обстановке. Все участники квеста очень быстро прошли все испытания. В конце игры каждый собрал кодовое слово. И не сей. Екатерина Погорел, Алексей Овсянников. Новости. Да, ну за красивого парня вы готовы.